Дед Мороз из дома вышел, обогнул пенёк и пустик, и сказал родному краю, я вернусь. Это сложно, но вас двое. Где живёт она, Дед Мороз, в Айфине? В Устике. Великий Устик, правильно, молодцы. Чтобы детям было легче отгадывать, все загадки составлены в форме четверостишей. Рифма напрашивается сама собой. Малыши из близлежащей гимназии весьма увлечены. Однако это лишь часть программы. Кроме неё заготовлено и кое-что ещё. Например, рассказ о том, как простые люди раньше встречали Рождество и в какие приметы верили. 25 декабря день уже начинал прибавляться. Уже стало понятно, что день прибавляется. Такая поговорка есть. День прибавился. На воробьиный скок. Сколько воробушек прыгает? Ну вот столько. Вот на несколько секундок день уже увеличился. И люди уже считали, да, день увеличился. Это хорошо. И всё же главное в этом зале то, что окружает собравшихся. Необычные украшения и игрушки. Это свидетели двух разных эпох – советской и царской. Им по несколько десятков или даже более сотни лет. Кроме открыток о советском периоде напоминает уютный домашний уголок со старым телевизором. За две недели организаторы выставки подготовили множество редких экспонатов. Была объявлена акция «Принеси игрушку и стань участником выставки». И очень многие жители города откликнулись, принесли свои любимые старые игрушки. Это заполнило целую витрину. Также представлены игрушки сотрудников музея. Ну и даже мои есть в частности. Получить новогоднее настроение образца 50-70-х годов прошлого века или попасть мысленно на дореволюционный рождественский сочельник можно в течение ближайшего месяца. Выставка под названием «Любимый праздник на все времена» будет открыта до 20 января.